Добрый день, уважаемые участники конференции, Юрий Сергеевич, вот хочу начать свое краткое приветствие, плавно переходящее в короткий доклад, сославшись на вас. Значит, когда вы сказали, что вот мне кажется, что надо как-то Арбикону брать под себя библиотеки, архивы и музеи, это ценнейший информационный ресурс. Вот с точки зрения профессионалов вы сказали совершенно вещь криминальную, а с точки зрения здравого смысла и с точки зрения здравого смысла политиков и тех людей, которые создают библиотеки, музеи, архивы, вы сказали вещь совершенно правильную. И я думаю, что будущее, во всяком случае, многих из профессионалов, которые собрались в этом зале, будет лежать именно на этом пути, на тяжелых, очень сложных, трудных, долгих попытках интегрировать ресурсы, которые собраны в библиотеках, архивах и музеях. И, собственно говоря, такие, конечно, шаги уже делаются. Все идеи, которые высказываются, они так или иначе витают в воздухе. Вот когда-то, ровно 10 лет назад, мы проводили, я тогда еще в Министерстве культуры работал, проводили большую конференцию, которая называлась «Развитие международной информационной политики и доступ к информации». И вот директор главного правительственного агентства Соединенных Штатов, такой был Боб Мартин, а это главное агентство называется «Институт библиотек и музеев». Вот под правительством США существует такая институция, «Институт библиотек и музеев». Он сказал, что тогда мало, в общем, кто понял этого, но сейчас в течение времени это становится все более и более понятно. Конечному пользователю без разницы, откуда он получает ту или иную информацию, откуда он получает те или иные знания. Кто создал эту информацию, кто создал эти знания, кто создал этот информационный объект. И он сказал, что главные усилия сейчас, ну, по крайней мере, на политико-теоретическом уровне в Америке, это было, значит, 9-10 лет назад, направлены на то, чтобы университетские библиотеки, а здесь в основном университетские библиотеки, а не публичные библиотеки, чтобы университетские библиотеки вместе с архивами и музеями создавали, значит, какие-то, так сказать, ресурсы знаний, которые в первую очередь потребуются в образовании. Почему это важно? Потому что, ну, у библиотек книги, а у архивов есть оригиналы документов. Причем архивы, так сказать, это ведь не только текстовые архивы, это архивы и кинофото документов, это, так сказать, музыкальные архивы, а в музеях, так сказать, хранятся, так сказать, оригиналы и экспонатов, которые отражают нашу историю, вообще развитие человеческой цивилизации. И объединяя все это вместе, создавая мультимедийные цифровые объекты, которые могут использоваться в образовании, вот это впервые можно создать такие замечательные продукты. Конечно, в нашей стране, значит, у нас делается, так сказать, уже там на протяжении 20 лет предпринимаются серьезные усилия для того, чтобы интегрировать библиотечные ресурсы сначала на уровне каталогов, сейчас уже на уровне, так сказать, полных текстов. Запущены проекты, и вы знаете, такие, как создание сводного каталога библиотек России Либнет, есть корпоративная система, как Арбикон. Конференция Арбикон относится к числу крупных конференций библиотечных, которые происходят на территории России. И это, кстати, единственная конференция, которая происходит в стенах крупного университета. Вот это тоже такой интересный факт. Так, вот библиотеки, так сказать, сильно преуспели, а музейный сводный каталог им пока еще, к сожалению, просто не пахнет. Точно так же, так сказать, сильно позади находятся архивы. Что происходит на Западе? На Западе последние 20 лет огромные деньги были, так сказать, влиты в архивную систему, потому что дальше оказалось, что архивные документы могут быть очень, так сказать, самоокупаемым информационным продуктом, который используют юристы. И адвокаты, и судьи, и вся другая, так сказать, вот эта вот братья. Значит, как пойдет развитие у нас, непонятно. Но ясно, что если библиотеки наши, российские, в общем, не хотят отстать от библиотек западных, а от библиотек восточных, бурно развивающихся, таких как библиотеки Юрго-Восточной Азии, например, то надо библиотекам брать, как американцы говорят, лидерство, то есть руководить. Значит, руководить, в том числе, так сказать, на уровне, я бы сказал, на уровне создания теоретических подходов к интеграции информационных ресурсов, библиотек, архивов и музеев. Вот на недавно закончившейся Крымской конференции, которая собрала около 1200 людей, так сказать, из 25 стран, стало совершенно ясно, что и будущее наших библиотек лежит на этом пути, и без помощи библиотек, без помощи вот библиотечных теоретиков, которые разрабатывают, так сказать, систему лингвистической поддержки процессов создания метаданных, у архивов и у музеев вот долго еще ничего не получится. Значит, опасности, которые подстерегают, так сказать, библиотеки на этом пути, связаны с развитием, продолжающимся развитием неолиберальной экономики в Российской Федерации. Значит, библиотеки, вот я не знаю, как в узыске библиотеках, а публичные библиотеки все испытывают это давление, покажите, докажите, что вы рентабельны, значит, заполните, так сказать, показатели вашей отчетности, так сказать, там, которые никакого отношения к существу дела не имеют. Но, тем не менее, так сказать, это вот такая вот механистическая дурь, она проникает, проникла уже, так сказать, в сферу культуры, она, можно сказать, уже накрыла сферу культуры и очень ей угрожает. Значит, это не наше изобретение, это было бы изобретено все, так сказать, на Западе, и выдающиеся, так сказать, деятели культуры Запада уже где-то там, не знаю, 15 лет назад начали, начали, так сказать, вот сетовать, а 10 лет назад они откровенно уже плакали, что просто времени заниматься нормальной работой не остается. Мы бесконечно заполняем какие-то формы, доказывая, так сказать, что вот еще копейку нам нужно, или, например, эта копейка нам лишняя, значит, вот сейчас, значит, мне рассказали о том, как новые, значит, должности вводятся, ставки, сетки, так сказать, и это все какие-то копеечные вещи, значит, здесь, если зарплата библиотеки, как говорится, у нас цены такие же, как в мире, затраты такие же, как в мире, даже если больше, но всем известно, что каталогизатор библиотеки Конгресса получает где-то 5-6 тысяч долларов в месяц, значит, сколько получает каталогизатор здесь при сопоставимой нагрузке, значит, при этом я 20 лет назад видел вот эту табель о рангах, библиотечные зарплаты в библиотеке Конгресса. Это действительно вот такая вот таблица, значит, в ней там 20 столбцов по вертикали, дальше еще 20 столбцов по горизонтали, 400 позиций, и вот, предположим, вы занимаете позицию 16G, ваша соседка занимает позицию 8E, а еще, так сказать, там позиции 19-19K. Значит, ну это все диапазон зарплат, значит, от 2 до 10 тысяч долларов, а здесь то же самое, так сказать, вводится, и никто этому не сопротивляется, наоборот, это поощряется, значит, вот от этих зарплат, так сказать, 18-23 тысячи, ну вот, это что такое, так сказать, каким-то диким усилием, значит, Российская национальная библиотека Антон Дехоманов ушел, завотделом получает 25 тысяч рублей. Это что? Значит, вот мы, значит, идут разговоры о том, что в Ленинской библиотеке не будет строить новое здание в центре Москвы, будет какой-то библиотечный городок, значит, в Новой Москве, где он будет в Луховицком районе, крестьяне прямо с поля туда будут ходить или как, значит, не очень это все понятно. Значит, это, вот когда начинают считать деньги, и когда начинают, так сказать, создавать прозрачности, изображать из себя, значит, кого-то святее Папы Римского, то обязательно, так сказать, доходит все до абсурда. Значит, эффективный менеджмент, или так называемый эффективный менеджмент, так сказать, это, вот это бездумно перенесенная, так сказать, вот эта теория, которая разработана, была на Западе, для того, чтобы, так сказать, управлять отдаленными производствами, так сказать, в третьих странах, значит, все вот построенное на этих инструкциях и беспрекословном следовании этой инструкции, зазубривании этой инструкции, потому что иначе управлять невозможно. Вот здесь это переносится на живой процесс, когда люди могут не по инструкции друг с другом взаимодействовать, когда они могут взаимодействовать вот в нормальном таком человеческом режиме. Значит, эффективный менеджмент накрывает вместе с 94-м законами и всякими другими законами, значит, опасность, опасность ухудшения, так сказать, и осложнения работы библиотек очень велика. Значит, об этом мало говорится. Об этом мало говорит и профессиональное сообщество, когда оно, значит, адресуется к органам власти. И доводы, так сказать, которые приводятся, часто, так сказать, такие слабые, что их сразу отметают. Вот здесь очень большая надежда на руководителей, бывших и нынешних руководителей крупных университетов, ученых с известными именами. Юрий Сергеевич, значит, к вам эта адресация, что вы сможете, так сказать, вот возвышать свой голос, чтобы было это слышно. Потому что опасность потери, опасность потери в России, в стране, которая создала великую книжную и библиотечную культуру и литературу, очень велика. И очень велика, так сказать, опасность того, что умные люди, умные, энергичные люди перестанут приходить в библиотеки. Вы все знаете, как стареют коллективы. Значит, они стареют очень сильно в условиях, так сказать, бедности. Это все происходит. И кто будет делать эти сложнейшие системы интеграции библиотечных, архивных и музейных ресурсов. А это сегодня, повторяю, так сказать, это, в общем-то, вопрос главный на повестке дня. В этом будущий библиотек. Значит, второе, вот, значит, что хотелось бы сказать, у меня осталось три минуты. Значит, мы живем в условиях принципиально новой информационной среды. Вот если раньше, значит, право на публичные высказывания имели только самые умные и самые образованные люди. Если ты был не очень умный и не очень образованный, ни газеты, ни журнал, ни, так сказать, издательство твое высказывание, которое ты подготовил для публики, не публиковало. Сегодня, значит, мы живем в условиях интернета, когда каждый, вне зависимости от образования, кругозора, умения говорить на каком-то языке чисто и грамотно, вне зависимости от целей высказывается в интернете, значит, в отличие от прошлого времени, когда один умный человек создавал какое-то знание, информацию, а другие умные люди, редакторы, издатели, корректоры, там, цензоры, бюро проверки, рецензенты, выверяли эту информацию и доводили ее, и шлифовали ее, как могли. Значит, сегодня, так сказать, интернет полон, в отличие от прошлого, печатного, так сказать, времени, полон не только информации верной, надежной, качественной, выверенной, он по большей части состоит из информации неверной, ложной, некачественной, часто, так сказать, распространяемой с злонамеренными какими-то целями людьми психически больными. И отличие, так сказать, сегодняшней коммуникации от предыдущей заключается в том, что раньше вы всегда могли установить, кто автор. Сегодня установить, кто автор невозможно. Коммуникация анонимна, мгновенна и глобальна. Значит, с этим человечество не сталкивалось. Как оно выйдет из этого, из этой ситуации, совершенно непонятно. Значит, западные страны, которые во многом, во многом построили, так сказать, свое благополучие на идее свободе самовыражения, демократических каких-то идеях, на каких-то принципах, да, Вольтер сказал, как известно, я, значит, дам, я умру, мне не нравится ваше высказывание, но я отдам свою жизнь для того, чтобы вы могли высказаться. Вот сейчас, я думаю, Вольтер так бы не сказал. Значит, потому что Вольтер это говорил, адресуясь и имея в виду самых умных людей своего времени. Как вы знаете, так сказать, Людовик XVI не жаловал Вольтера, Вольтера, Людовик XV не жаловал Вольтера, ему не давали печатать на территории Франции его труды. Поэтому для него это было, так сказать, очень горячо, болезненно. И когда он видел, что и Дидро не дают высказаться, и кому-то еще не дают высказаться, значит, он говорил, я отдам свою жизнь за то, чтобы вы могли высказаться. Вот сегодня, значит, бездумно на Западе произносится в политике, вот в ЮНЕСКО, где я из первых уст свидетельствую, значит, один из ключевых факторов вообще развития – это свобода самовыражения, в том числе свобода самовыражения в интернете. Сегодня. Сегодня западные страны предлагают людей, которые пишут в социальные сети, приравнивать к профессиональным журналистам, что, во-первых, дискредитирует профессию журналистики, которая и так деградирует во всем мире, а к тому же людей непрофессиональных, то есть она конституирует людей необразованных, во всяком случае не имеющих свидетельств своего образования, добропорядочности и ответственности перед окружающими, она конституирует в том же самом статусе, что и профессиональных журналистов. Это впервые в мире. А в условиях, когда сегодня, так сказать, полыхает скандал о том, что, оказывается, значит, американские спецслужбы ввели тотальный контроль абсолютно за всеми пользователями интернета, за всеми, так сказать, СМСками, за всеми электронной перепиской, за всеми разговорами телефонными, за всеми, так сказать, посещениями сайтов и даже передвижениями людей, понимаете, значит, призывы, давайте, так сказать, ребята, самовыражайтесь в интернете, значит, это будет способствовать развитию демократии, как-то, вы понимаете, так сказать, одно с другим не сходится. Значит, мы брали пример с Запада, значит, а сейчас не только мы, но и все бывшие социалистические страны брали пример с Запада, во всем, значит, хороший, плохой, такой-сякой, сегодня совершенно ясно, что думать надо исключительно самим. Как, значит, человечество будет выбираться, так сказать, из этого кризиса, из этих вилок между доступом к информации, свободой самовыражения и тотальным контролем за самовыражающимся, значит, совершенно непонятно, откуда брать рецепты, непонятно, думать надо самим. Вот, желаю успехов конференции. Спасибо большое.